Привет! В общем, мы сегодня прочитали ваши комментарии по поводу челленджа, и именно поэтому, так как комментарии были неоднозначные, я хочу у вас сделать такой опрос. То есть, как вам будет интересно, чтобы мы везли ежедневные влоги или все-таки вставляли челленджи? Напишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях, потому что мы это делаем для вас. Нам также хочется вам показать и жизнь, и в то же время сделать какой-то развлекательный контент. Поэтому все будет зависеть от вас, от того, как вы ответите. Ну, сейчас мы решили выйти из дома. Нам нужно подкачать колеса и продлить байк, потому что у нас аренда уже заканчивается. Так как мы еще не решили проблему с правами, поэтому мы продеваем практически каждые две недели. Наконец-то выйдем из нашего района, потому что в последнее время видео только мы делаем из Протомнака, и решили для себя выехать прогуляться. Просто хватит уже сидеть дома, и вы нас на это мотивируете. В общем, я не знаю, как так вышло, но мы спустили колесо. Будем катить его. А катить нам, ну, как бы, немало. Мы идем к району как раз-таки русского рынка, который находится на Паттайя-парке, потому что именно там мы арендовали байк. Сейчас спрашиваем, где находится ближайшая машиномонтажка, может быть, они смогут сделать это колесо. Но и заодно, в любом случае, надо байк продевать, поэтому выбора особого. В общем, сейчас встретили русского парня. Ой, меня сейчас не задавили. Который сказал, что нам минут 340 метров, и мы уже можем отдать наш байк. Макс все катит в сопочку. В общем, посмотрим, во сколько нам все это выйдет. Я думаю, что Максу в сопку не очень классно катить все это сделано. Не вижу этой вывески. Макс все упорно катит. Надеюсь, что мы туда идем. Я присела на тротуар. Будем ждать. В России мы тоже так же пробивали колеса. Я терпеть не могу просто, что на монтажке. Сидеть, ждать. Не знаю, сколько, не разбираюсь в этом вообще. Все, наконец-то мы закончили. Вышло у нас, это все в 180 бат, 150 нам поменяли камеру. Оказалось, что у нас лопнула камера, и 30 бат у нас взяли за подкачку колеса. В общем, мы подъехали уже к тому месту, где мы арендовываем байк. Здесь мы сняли его изначально на 2 месяца и получили хорошую скидку. И сейчас мы идем продлевать на еще короткий период. Здесь нам разрешают продлевать там хоть каждый день. То есть это очень большой плюс. Поэтому сейчас мы идем. Нам нужен паспорт, в принципе, и деньги. Договор за нас уже сделан. Здесь единственное, что нужно разуваться. Паски сразу дают. Без проблем. Арендовывайте байк. Сейчас подарок. Вам еще на пару недель? На пару недель, может на неделю. До первого числа нам продлите, а первого числа... Номер байка какой у вас? И помимо того, что мы сняли вне сезон и еще получили скидку, мы не хотим как бы прерывать аренду. То есть мы лучше будем продлевать, чтобы высокий сезон, у нас цена была ниже. Ну, в конце концов, это выгодно. Находится эта агенция также на Протомнаке, рядом с русским рынком, который я уже не раз показывала. Поэтому, если вы приехали куда-то сюда, можете сюда обращаться. Здесь разговаривают по-русски, поэтому проблем у вас никаких не возникнет с арендой байка. 600 бат. Все? Всего 600 бат. Но, так как мы брали на длинный срок, за вами сохранилась минимальная цена. То есть так неделя стоит по 7 дней, 1000 бат. А я с вас беру только 600. Ну вот, видите, какая хорошая скидка. Нам бы рассказали, что есть такая купилочка. Оштрафованы? Ладно. Мы оштрафовали себя. Оштрафовали себя на 100 бат. Вы имеете право за 100 бат сюда зайти в обуви. А, да? О, отлично. Отличное преимущество. То есть обычная скидка. Так, подожди-ка. Спасибо вам доброго. Спасибо большое. Вот так выглядит договор. Здесь написаны наши данные, байк, и насколько мы сняли, и также сумму. В общем, здесь очень даже приятные ребята. Поэтому, если захотите снять байк, мы рекомендуем это место. В общем, все, мы уброшили байк. Сейчас возьмем что-нибудь попить. И поедем в Сент-Арпуять, потому что на джемте. Ой, я хочу витамин. Стоит баночка такая 15 бат. Вот так выглядит. Здесь уже, конечно, складывается мини-рынок. Если вы смотрели выплаты про Волкин-Стрих, как раз мы тогда показывали этот мини-рынок. Еще когда пошел дождь, мы сидели под навесом. В общем, с Максом решили прогуляться по торговому центру немножко. Ну, точнее, как сквозь, чтобы выйти на Beach Road, потому что сейчас мы находимся немножко с другой стороны. Он пишет, что здесь распродажа. Уже, наверное, в течение месяца здесь распродажа до 80%. И сейчас для безопасности сделали Central Festival. Когда ты входишь, то стоит металлодетектор. И Максим решил, что нам надо полазить по Central Festival. Макс обожает магазин Сваровский. Он мне вот этот кулончик. Он мне тоже здесь покупал на нашу... На 8 марта он мне его дарил. Причем он всегда возле этих витрин. Ему нравится все блестящее. Ой, смотрите, какое оформление крутое. Мне нравится. Медузки. Такие большие распродажи. Помимо магазинов, еще поле все это выставляется. То, что не продали ранее. Скорее всего. И сейчас Максимом опять поднимемся на этаж электроники. Посмотрим, опять расстроимся и поедем домой. Камеру уже купили. Да, так получается. Что мы чуть не смотрим всегда. Тут какие-то сумасшедшие. Хотя в сравнении с Россией в любом случае здесь немножко дешевле. Это, видимо, реклама какого-то магазина или что это? Да, вот, нитипон какой-то. Нитипон. Я тут не знаю, что это, но ладно, я с шариком. Детская мечта, да? Была детская мечта. Ко мне подошла плюшевая игрушка и подарила мне шарик. Спасибо. Я счастлив. Ну вот, а я думала, что все-таки, когда выходишь, снимать особо нечего. Оказывается, здесь только кругом всего. О, они, смотри, сколько нас отграли. Ну, слушай, хочу побольше. Кого? Шариков, у них три был, синий, желтый и рвозой. И сейчас женщина получила, видимо, какой-то подарок. В общем, у них, видите, какие счастливые лица. Мне очень нравится тать. Энеритет, конечно, очень мягкий. Прям, знаете, отдыхаешь. И мы разговаривали о том, что если мы вдруг вернемся в Россию, я очень долго буду опять левыхать к этой агрессии, к постоянной какой-то суете. Здесь на расслабоне ты прям живешь. Прям, хорошо себя чувствуешь. Что-то мы с Максом пропустили этаж электроники. На третьем, вроде, а не на пятом. Там клиники. А это уже еда пошла. Поехали. Пойдем вниз. Подошли еще к одному стенду. Ты первая не показала? Да, я первая не показала. Но, в общем, вот, я думаю, будет видно и ценники, и что продается. 14 800 стоит. GoPro такая и 18 500 Black. А вот, микрофон для GoPro 3 500 стоит, смотри. По Bluetooth. По Bluetooth. По Bluetooth. По Bluetooth. По Bluetooth. Надо устраивать сбор. Помогите каналу везде хорошо собрать 7000 рублей на микрофон. Мы сейчас немножко походим по магазину, посмотрим. И пойдем, побьем кофеечку и уже увидимся там. Пошли попить кофе? Да. Здесь это футбок, он находится на третьем этаже Total Festival. Там вам выдадут вот такие карточки. На них уже депозит 1000 бат. Но это не значит, что вы должны платить 1000 бат. То есть вы можете набрать по этой карточке на сумму до 1000 бат. Если вам не хватит, вам дадут еще. Мы хотим взять кофеечку и посидеть. Здесь очень красивый вид. Я вам его обязательно покажу. Кстати, здесь есть итальянская кухня, русская, японская, тайская и сладости. Мы идем за кофе здесь. Очень вкусный кофе. Здесь пена хоть и делается из автомата, но она очень вкусная. В общем, здесь можно сидеть как внутри, так и снаружи. Здесь очень суши вкусные. Потому что в Таиланде не так очень легко найти, что роллы, что суши вкусные. Они какие-то все... Ну, я не знаю, я с Дальнего Востока привыкла к роллам нормальным. А здесь таких нет. Вот мы сейчас выходим как раз на террасу. Нам уже принесли кофе. Здесь оно со слоями такое. Прямо... И пенка здесь. Но в этом... Сейчас сделали пенку хуже, а вообще пенка здесь, видите, как стоит? Нет. Мечта Бориста. 20 сантиметров пены должен. Да? Ну ладно. О, смотрите, башенка. Показывай свое. Вот такие палочки дали уже, сахар сразу. Нет, 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 нет. Идеальный латте. У тебя... Да, ну здесь уже это... Красивенький. Вообще как надо сделать. Здесь очень такое приятное место. Правда небо сейчас затянуло тучами и мы боимся, что начнется дождь, потому что мы не взяли защитный бокс именно для GoPro. Но я надеюсь, что мы все-таки не попадем под него и я еще успею отснять бичку. А мы попьем кофе, так что все, кто пьет кофе с нами, приятного кофе дития. Чем больше сахара, тем вкуснее кофе. Погромче говори. Чем больше сахара, тем вкуснее кофе. Громче. Очень вкусный кофе получается. Очень вкусно. Если у вас плохой кофе, добавьте побольше сахара, и оно будет вкуснее. Говорю вам, как бывший бармен. И здесь купает зим. Вот. Она не всегда отрывается. Мы уже попили кофеечку. Ветер поднялся, сильные тучи гонит. Поэтому мы выходим от заведения. Сейчас я вам как раз покажу, каким образом здесь расплачивается. Отдаем? Что там? Здесь также можно как-то расплачиваться. Да, здесь можно карточками расплатить. Пока вы не заплатите, вас отсюда не выпустят. Логично. Вот и все. То есть здесь мы заходили, а там выходили. И отсюда можно сразу выйти. Отсюда можно выйти уже на обзорную площадку. Здесь обалденно красивый вид. Есть эскалаторы. Чтобы сильно не запахивать, ой, не ходить пешком. А это тогда, когда ты какой-то не работал, да? Да, там на пешочке. Мы пешочком пропускались. Кстати, напомню, не забывайте поучаствовать в опросе. Я сейчас постараюсь его сюда вставить, именно этот опрос, чтобы вы кликнули. Он выскочит как реклама, но это не реклама. Просто вам нужно будет отметить, что вас больше устраивает в наших видео. И если у меня этого не получится, то в любом случае оставляйте свои пожелания в комментариях. И уже спустя время, когда вы все по возможности сможете ответить, мы поймем все-таки, какого формата видео лучше сделать. То есть просто в блоге, либо опускать иногда челленджи, конкурсы, какие-то выставы. Я бахаю массаж. Вот мы уже подъехали. Бич роуд подъехали. Почему такой дорожки до дома нету, да? Да, было бы классно. Стал и едешь. Терпеть не могу здесь переходить. Да, да. Ну, в общем, мы уже на Бич роуд. Здесь по вечерам раньше стояло очень много тайских мужчин и девушек легкого поведения. Но сейчас, насколько я знаю, их разгоняют. Вот он вам всямский залив. К сожалению, я очень надеялась на то, что будет солнце и получатся очень красивые кадры. Но... Получились красивые кадры без солнца. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok